Ярослав, на одной из тренировок болельщики подарили тебе вяженого шмеля. Не ожидал, что они привезут сюда, на Кипр? Да, было неожиданно. Меня предупредил Рома Емельянов, у него есть связь с болельщиками. Они ему сказали за день до этого. Но так знал. До этого, конечно, неожиданно было на Кипр приехать, шмеля привезти. Спасибо, спасибо большое, что было неожиданно, приятно. Такие подарки от болельщиков выодушевляют? Да, конечно. Внимание всегда. Всегда приятно внимание. Подарки какие-то. Футболисты играют для болельщиков, признание болельщиков – это очень хорошо. Как стимул работать, подтверждать такой уровень. Решил уже, как повезешь шмеля домой? Ну, шмель-то ценный, надо как-то его аккуратно повезуть. Повезу самым лучшим образом, чтобы он нигде не потерялся, не повредился. По итогам 20 туров многие восхищались тобой. Сам как оцениваешь свою игру? Ну, в принципе, неплохо. Хотелось бы, чтобы так было и по окончанию сезона. У нас осталось 10 игр тяжелых, чтобы завершить этот сезон и сказать, что сезон прошел хорошо. Урал на сборах одерживает очень много побед. Победы на сборах важны психологически или не обращаете на это внимание? Психологически, конечно, важны. Надо выигрывать для уверенности, надо выигрывать. Для хорошего настроения. На сборах тяжелой нагрузки победа – это хорошо. Еще на первом сборе вратари Урала начали на тренировках использовать специальные очки. Ты уже почувствовал пользу от них? Ну, наверное, у нас тренировок, наверное, 5 было с очками. За такое короткое время, наверное, неправильно говорить, что есть какие-то изменения. Это более длительный процесс. Ну, интересно. Новые методики всегда интересны. Ты самый старший и опытный голкипер в Урале. Ощущаешь на себе дополнительную ответственность из-за этого? Дополнительную? Ну, я ощущаю ответственность, но дополнительную из-за того, что я самый взрослый. Нет, мы с ребятами общаемся на равных. И Влад, и Олег, и Дима Арапов был. У нас нет такого, что кто-то старше, кто-то младше. Мы делаем одно дело, в принципе, в одной профессии. У нас все ровно. А делишься опытом с ними? Ну, если есть чем поделиться, могу поделиться. Ребята могут спросить. Ну, они тоже умелые. Они все умеют, знают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова